Русский край. В эфире служба информации. Новости. К местным новостям. На днях временно исполняющие обязанности губернатора Евгению Зиничеву презентовали план развития Светлогорского побережья. Основной темой встречи стало строительство небезызвестного апарт-отеля, прозванного в народе «Стаканом». Как выяснилось, собрание готовилось втайне от жителей и общественности Светлогорска. На него пригласили только чиновников и карманных деятелей, выступающих за строительство 14-этажной громадины. Об этом сообщил член Совета общественного движения «Наш берег» Владислав Шарамкин. По мнению активиста, это было сделано для того, чтобы уберечь Евгения Зиничева от общения с теми, кто не разделяет мнение лоббистов проекта. На ней присутствовали только чиновники областной и местной Светлогорской администрации, а также кучка людей, прикормленных, которые называют себя общественный совет при администрации Светлогорского района. Эти люди себя уже неоднократно дискредитировали участием в наших протестных акциях на стороне застройщиков «Стакана». Они это не скрывают. Они говорят о том, что они зависимы и, собственно, получают за свою работу деньги. На эту встречу не были приглашены ни обычные жители города, ни представители общественного движения «Наш берег». И полагаем, что это было сделано именно для того, чтобы уберечь Евгения Зиничева от общения с людьми, которые на самом деле переживают за судьбу города и за законность принимаемых здесь градостроительных решений. Второй месяц активисты общественного движения «Наш берег», выступающие против строительства «Стакана», пытаются добиться встречи с Рио-губернатора, однако пока безрезультатно. Мы пытаемся донести до Евгения Зиничева, что любая стройка на этом месте незаконна, о чем есть ответы из многих инстанций, говорит Владислав Шарамкин. Активист напомнил, что глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский уже получил несколько представлений от прокуратуры, в том числе и на изъятие земельного участка под будущий апарт-отель у учредителя компании «Солнечный спуск» Александра Кочановича. Когда губернатором был Николай Цуканов, на все наши обращения, направленные на его имя, нам отвечал вице-премьер Гарри Гольдман. 1 августа 2016 года мы направили от общественной организации «Наш берег» письмо на имя Евгения Николаевича Зиничева, временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области, в котором поздравили его с высоким назначением, и обратились к просьбе о личной встрече, на которой мы планировали рассказать губернатору о тех преступлениях в земельной сфере, разрушении берега, застройке города непотребными зданиями в Светлогорске. Но сегодня получили ответ из правительства, который подписал все тот же Гарри Гольдман, временно исполняющий обязанности вице-премьера, которым он написал, что все вопросы, которые мы хотим обсуждать с Зиничевым, мы должны обсуждать с ним. Такой подход общественников абсолютно не устраивает, ведь, как пояснил Владислав Шарамкин, Гарри Гольдман до перехода в правительство, возглавлявший Светлогорский район, успел зарекомендовать там себя далеко не самым лучшим образом. Гарри Гольдман находился три года на посту главы Светлогорского района, и именно в бытность его главой района происходило множество нарушений в области земельных отношений, незаконной застройки, в том числе и начало строительства пресловутого стакана над солнечными часами. Гарри Гольдман встречался с представителями общественного движения, но в разговоре показал себя ярым сторонником застройки побережья. Все письменные ответы, полученные от Гарри Гольдмана, содержали перечисление фактов нарушения, однако резюме было такое, обращайтесь в прокуратуру, я ничего решать не буду. В положившихся условиях общественного движения на Ашбере, которые поддерживают огромное количество жителей Светлогорска, Калининградской области, продолжат свои попытки достучаться до первого лица государства. У нас есть для этого различные способы. Мы верим, что правда на нашей стороне, и мы победим. Стоит отметить, что сам Евгений Зиничев в ходе выездного совещания в Светлогорске и обсуждения будущего строительства апарт-отеля подчеркнул, что нужно и курорт развивать, и общественное мнение слышать. Хочется верить, что так оно и будет. Русский край службы информации. Мы работаем для того, чтобы вы знали главное.